Друзья, приветствую! Мы находимся на Каннском яхтином фестивале и конкретно сейчас стоим на новом катамаране от Fontaine Peugeot Allegria 67. Allegria 67 это катамаран, который вышел на смену предыдущим 65-67 футовым версиям. Сначала была GLT 65, потом Victoria 67, Victoria выпускалась три года, а сейчас это абсолютно новая модель с новым дизайном, с новым корпусом и, я бы сказал так, с обновленной концепцией. Erlan, скажи мне, что новое в этом катамаране? Сколько уже сделано для этого катамарана? Прежде всего, это совершенно новый катамаран, новый дизайн для холл и дек, и также обновляем все закрепления и все материалы, которые мы используем. Все материалы? Да, точно. Все материалы. Но это выглядит в таком стиле, как... Но, в самом деле, вся рейтинга была новая в последние годы, два года. Да, точно. Но здесь это немного специфика, потому что вы увидите какие-то материалы, которые вы не имеете в конкретной рейтинги. Здесь это внутри. И не забудьте забыть, что это наш новый рейтинговый рейтинговый рейтинг. Он будет больше для чартера, для чартера, для чартера, для чартера... Примерно для чартера... Примерно для чартера. И, конечно же, вы можете взять эти боты на чартере. Вы можете взять и установить шесть доблевых кабин. плюс Ку-кратер, но в основном вы увидите, что этот мост будет сходить для собственного хозяйства. Спасибо за субтитры, мы посмотрим в деталях и добавим еще больше. Спасибо! Это отсек с двигателем Volvo Penta 150 лошадиных сил. Базовая комплектация предусматривает 110. Я скажу, что меня двигательный отсек очень приятно удивил. И два инвертора. В общем, очень просторно и свободно для обслуживания технических работ. Кокпит и платформа. Гидравлическая платформа, которая опускается на гидравлике, это опция. Можно ставить просто балки для подъема генгитозика, либо платформа, которая опускается прямо в море в воду. Мне нравится то, что она, в принципе, не полностью закрытая. То есть деревянные досочки. Потому что на волне, волна его будет постоянно подбивать вверх-вниз. Кокпит и салон просто громадные. Фонтен Пежо пошел в сторону максимального комфорта в зонах отдыха. И поэтому делает большой салон, большой кокпит и довольно много места на файбридже. 36 квадратных метров, вот такая площадь кокпита и 39 площадь салона. То есть, по сути, мы здесь видим 75 квадратов, практически целая квартира. И это только зона отдыха. В кокпите холодильник, гриль, раковина и много-много места возле большого стола, диванчики. Выход на файбридж. Салон отделяет от кокпита большая выдвигающаяся дверь и на роликах такие же окна. Есть два варианта размещения в салоне. С камбузом в салоне, либо же камбуз спрятан в левом поплавке. В данной версии камбуз находится внизу и салон представляет собой сплошную зону отдыха с большим столом, с диванчиками, с этой стороны, с этой стороны и очень много свободного пространства. То есть, такой, я бы сказал, open space. С салона есть выход на носовой кокпит и такая мини-кухня, мини-камбуз, чисто для таких дневных каких-то там коктейлей. Тут есть раковина, плита. Ну, для такого быстрого короткого использования, я бы так сказал. Носовой кокпит опционально может быть оборудован джакузи. Хочу обратить внимание, что жестких хардтопа над кокпитом нет, над носовым. Но есть возможность установить карбоновые стойки и закрыть на какой-то якорной стоянке всю эту площадь тентом. То есть, это предусмотрено опциями. Мое любимое место на баке – это сетка на катамране, потому что на ней кайфовее всего лежать, загорать, слушать звук волн. Катамран ходит хорошо под парусами, соответственно, вы получите здесь большое удовольствие. Каюта для экипажа имеет вход с палубы, носовой люк по левой стороне и по правой стороне. Honor каюта имеет два выхода с каюты. Один выход на палубу в носовой кокпит, второй выход с каюты в салон. Ну, если погода плохая, то вы выходите в салон. Если стоите на якорной стоянке, хотите посидеть, почитать там журнальчик, книжечку, выходите через носовой кокпит. Катамаран возможен в трех планировках. Четырех каютный с огромной мастер-каютой, которая находится под нами. Пяти каютный. И чартерная версия катамарана шести каютной, при котором будет камбус находиться на верхней палубе. Шесть кают расцепределены по трём поплавкам. Ещё хочу отметить стандартная Genua с погоном Саксельшкотов. Flybridge сразу хочу заметить с мягким топом, с тентом, не с жёстким пластиком. Ну, не знаю, в принципе, для гостей это всё равно. Для катамарана это какое-то облегчение нескольких сотен килограмм. Как я уже говорил, вес катамарана 35 тонн. Для такого размера, я считаю, это очень умеренный вес. Flybridge – 32 квадратных метра. Flybridge – отдельная зона для того, чтобы загорать. Погонки Кашкота с кареткой по всей ширине Flybridge. И тут уже укомплектована дополнительно солнечными батареями. Здесь у нас прикрыт холодильник, раковина, диванчики со столиком. То есть тут сидеть, пить, там лежать, загорать. Здесь сидеть, управлять. Два поста управления. Всё управление вынесено шкотами, фалами. Вынесено четыре лебёдки, которые управляются, естественно, кнопочками. Электрические лебёдки. В принципе, всё в зоне доступности. То есть вот это сугубо рабочее место для управления всем катамараном. Что я хочу показать, что меня очень удивило. Я ещё не встречал таких огромных дисплеев GPS-картплотеров. Вот. С крышечкой такой же, как у iPad. Она магнитная. И что у нас тут есть? Видео. Я отлично вижу все поплавки на свою часть. Обзорность просто великолепная. Я, в принципе, хорошо вижу правый поплавок. Немножко надо выглянуть. Вижу корпус. Левый не вижу. Но для этого у нас есть видео. А вот и наша кормовая видеокамера. В общем, мне нравится дизайн. Мне нравится концепция. Гарминовский катплотер. Дверь вольва пента. Управление якорной лебёдкой. И справа магнитола и ручка газа реверса. Для комфортного пребывания и отдыха минимум 2-3 человека нужно в команде. Шкипер, матрос и желательно кок, который будет вам всё это готовить, подавать. Цена катамарана. Деньги, деньги. Все любят цифры. 1 миллион 800 тысяч евро базовая комплектация без опций. А с опциями, которые уже сделают из него комфортный дом на воде. Стоимость составит 2 миллиона 300-2 миллиона 400 тысяч евро без НДС. В принципе, я считаю, что для такого уровня катамарана вполне норм. Как я уже сказал, 35 тонн. И при этом довольно небольшая осадка. Метр семьдесят. Для такого катамарана это удивительно немного. Запасы воды больше тонны. Дизеля тонны двести. Но с учетом того, что на такие катамараны ставятся опреснители, вас это не должно волновать. Вода будет всегда. Максимальная версия Owner Version. Это называется Lounge Maestro. Четыре каюты. Мы ее уже показали. Она стоит на выставке. Мастер каюта занимает переднюю часть правого поплавка. Переднюю и среднюю часть. Формат планировки Maestro. Это пять кают. Салон остается таким же просторным, как здесь мы видели. То есть салон это чистая зона для отдыха. Кают компания. Камбус отдельно. И чартерная версия. Шесть кают. Носовые каюты для экипажа в носу. Две штуки. Чартерная версия предусматривает по три каюты в каждом оплавке. И в салоне в кают компании большой камбус. Модель впервые представлена здесь. А у нее уже оформлено 10 заказов. Это первый борт, который уже кому-то принадлежит. На яхте установлена аудиосистема с колонками BOSS. Сама аудиосистема называется Onkyo. И владелец катамарана нам сказал, что он никогда не включал ее на полную мощность. Потому что сильно громко. Но звук тут очень мощный. Друзья, нам было очень сложно попасть на этот катамаран. Потому что здесь вечные очереди и с самого утра. Мы несколько дней добивались встречи. И вот на самый последний день на 9.30 такие на нем оказались. Пообщались еще с владельцем катамарана, который живет на Кипре. И он сказал, что за неделю всего посетило около 5000 человек этот катамаран. Поэтому Allegria вызвала такой ажиотаж. 10 бортов заказано уже до премьеры. И это очень хороший показатель. Все. На этом мы закончили. Пишите свои вопросы. Если я что-то не сказал, отвечу вам в комментариях. И до встречи в следующих выпусках. Пока.